Здравствуйте! Сегодня тема актуального интервью «Ситуация с пожарами в Ульяновской области». На вопросы отвечает начальник управления надзорной деятельностью и профилактической работы главного управления МЧС России по Ульяновской области Золотов Сергей Петрович. Сергей Петрович, здравствуйте! Здравствуйте! Я сразу начну со слов заместителя председателя правительства Российской Федерации Александра Хлопонина, который ссылается на данные Рослесхозы. Картина начала пожарного сезона на сегодняшний день хуже, чем по итогам прошлого года. По состоянию на 24 апреля 2017 года с начала года зафиксировано более тысячи пожаров на площади более 119 тысяч гектар в 29 регионах. У нас тоже ситуация ухудшилась с лесными пожарами. Я почему задаю именно про лесные, знаю, что вы не занимаетесь ими, но многие дома в селах находятся около леса, и люди беспокоятся. Какая же у нас ситуация в регионе? Да, на самом деле ситуация очень серьезная. И в целом по России и Ульяновской области у нас тоже ситуация непростая. У нас уже произошло 42 пожара, именно природных, лесных. За налогичный период прошлого года только 7 пожаров. Это связано с тем, что начался пожароопасный период. И да, наши граждане Ульяновской области правильно беспокоятся, которые проживают в тех населенных пунктах, которые граничиваются с лесами. Но и нашим министерством, и министерством лесного хозяйства проводится определенная работа по данному вопросу. На данный период, допустим, у нас на территории Ульяновской области введен особый противопожарный режим. Это определенные ограничения вводятся и на доступ граждан в леса, и на запрет разведения костров не только в лесах, но и в населенных пунктах. У нас таких населенных пунктов 85 по территории Ульяновской области, которые граничиваются с лесами. Поэтому есть определенные мероприятия, которые мы проводим регулярно каждый год. Это начиная с опашки данных населенных пунктов, запрет сжигания травы, организация патрулирования данных населенных пунктов, не только населенных пунктов, в том числе садовых обществ, они тоже граничиваются с лесами. Детских оздоровительных людей, они тоже граничиваются с лесами у нас. То есть вот эти все мероприятия в комплексе проводятся, дабы обезопасить людей и их имущество от пожаров. Но серьезно, на данный момент, да, обстановка серьезная, и мы видим, что увеличилось количество пожаров, на самом деле. Ну, здесь связано еще с другим моментом. Ну, все-таки, да, погода вроде как не жаркая, не солнечная, почему? Так вот, если вы заметили, что весна выдалась затяжная, и пик как раз вот этих всех загораний, да, и пожаров пришелся с 28 апреля по 10 мая. Как раз стояла теплая, сухая погода. У нас количество выездов увеличилось в разы, просто выездов на тушение сухой травы даже, до 1700 раз. Заналодичь, перед прошлым годом там 1500 было выездов. То есть, мы просто видим по статистике, что у нас просто выезда на тушение травы увеличилась. У нас есть большая еще проблема другая, то, что есть поля, которые не обрабатываются. Да. Вот. И которые тоже граничиваются с лесами. У нас уже произошел такой пожар в Теренгульском районе, где уничтожено было 4 дома, поселок Гремячий Ключ. Вот. Пожар пришел с поля в соседней области Самарской и перетянулся на населенный пункт. Слава богу, обошлось без жертв, но уничтожено было 4 строения. Но все равно это много. Да. Много очень. И люди пострадали, наверное, с ними. Конечно, это недвижимость их имущества. Ну, вы сказали, что введен особый противопожарный режим, и до какого числа он продлится? Особый противопожарный режим продлится до 31 мая. То есть, что он подразумевает собой? Как я уже говорил, это введение дополнительных мероприятий, комплексных дополнительных мероприятий, на запрет сжигания мусора, разведения костров. Поэтому я бы рекомендовал нашим гражданам удержаться от разведения костров и сжигания мусора. При этом меры интративного воздействия здесь сразу увеличиваются. Если до введения особого противопожарного режима были санкции в виде предупреждения интративные, а сейчас предусмотрены только штрафные санкции. Только штраф. На граждан от 2 до 4 тысяч рублей. Уже у нас порядка 45 граждан привлечены к интративному воздействию. На доносных лиц от 15 до 30 тысяч рублей. А на юридических лиц до полумиллиона. Штрафы существенные, да. А может быть такое, что продлите вот этот... Конечно, это все зависит от той обстановки, которая сейчас у нас будет складываться в области. Но на данный период мы видим, что пока у нас погода довольно-таки прохладная. Да. Вот. Немного бы приятно влияет. По поводу прогнозов погоды. Мы почему-то вот именно от МЧС узнаем точный прогноз погоды. И пока вот прогнозы, к сожалению, нас не радуют. А вас, наверное, наоборот радуют. Да, нас наоборот немного радуют. Продлиться. Ну, пока мы вот ждем то, что через несколько дней все-таки наступит более теплая погода. Вот. Ну, сейчас уже и зелень появилась, то есть трава зеленая появилась. Все же вероятность загорания просто сухой травы уже меньше. Вот. И граждане все же убрались на своих территориях, убрали тот мусор в садовых обществах, потому что у нас еще граждане любят выезжать в праздничные и выходные дни. Не только в леса, но и в свои садовые участки. Кстати, по поводу садовых участков. Там тоже сжигали, ну, как принято, сухой весь мусор. Вот это как? Какие-то есть правила, нормы? Можно ли вообще сжигать на садовых участках вот этот сухой мусор? Ну, в период особого противопожарного режима это запрещено однозначно. Его просто надо убирать в отдельные места, потом уже только вывозить. Тем более нельзя сжигать в ветреную погоду. Сейчас вышли дополнения в норму пожарной безопасности, где тем собственникам садовых участков, которые ограничены с лесами, предписывается убирать определенную полосу, ограниченную с лесом, от сухой растительности, в том числе и от сухих дров и так далее. А куда вывозить? Порой садоводы не знают. Ну, это не сам садовод должен решать. Это, конечно, садовое общество должно решать и нанимать организации для вывоза этого мусора. Конечно, потому что, как у нас складывается обычно, они все в одно место сваливают, и потом это почему-то куча начинает гореть регулярно каждый год у садоводов, как обычно. Все это должно вывозиться. А рейды вы сейчас проводите, наверное? Да, рейды мы сейчас проводим и по садовым обществам, и проводятся проверки, внеплановые проверки населенных пунктов и садовых обществ, и детских оздоровительных холдерей, именно по распоряжению правительства Российской Федерации, именно тех вот населенных пунктов, садовых обществ, которые ограничены с лесами. То есть подверженных угрозе лесным пожаром. Нарушения есть? Конечно, нарушения имеются. Это и складирование мусора, как я и говорил, не убирается своевременно. Также вопрос очень много по наружному противопожарному снабжению, это состояние наружных именно пожарных гидрантов, работоспособность, водоотдача. То есть вот такие вопросы. Ну и, конечно, отсутствие еще звукового оповещения. То есть в все-таки населенных пунктах, именно малонаселенных, это большое имеет значение. Оповещение граждан. Но у нас здесь еще большая проблема, я считаю, это те населенные пункты, которые граничат с полями, которые не обрабатываются. Потому что по нормам там опашка не требуется. Все-таки здесь есть определенные пробелы в нормах. И мы это приписываем органам местного управления, все равно рекомендуем сделать такую опашку и места, ограничиваясь с полями, которые не обрабатываются. Но они исполняют это? Ну, люди с пониманием к этому относятся все равно, конечно. Когда происходят такие случаи, как в Тенгульском районе, люди начинают с пониманием относиться и довольно-таки дружно выполнять эти вопросы. Вы уже сказали, что проверка ведется и в детских лагерях, уже скоро лето, и детей повезут именно туда многих. В каком состоянии наши детские оздоровительные лагеря? Все-таки многие из них из советских времен нам по наследству передали. Ну, здесь сейчас пока рано, что говорить, в каком состоянии, так как подготовка лагерей только началась. И ввиду того, что и затяжной весны погода была прохладная. То есть лагеря сейчас только начали готовиться. И, конечно, очень много вопросов, касающихся нарушения правил противопожарного режима. Это и состояние общей территории, состояние путей эвакуации в тех зданиях, сооружениях, где будут проживать дети. То есть все же за зиму и электропроводка приходит, ветхость, то есть больше вопросов, не требующих капитального вложения капитального характера. Но все же вопросы остаются, конечно, особенно те лагеря, у нас есть несколько лагерей, которые находятся за нормативным радиусом выезда пожарных подразделений. Ну, у нас, допустим, нормативное время прибытия населенных пунктов 10 минут, сельское место 20 минут. То есть если учитывать то, что многие лагеря у нас находятся в лесном массиве, вне населенных пунктов, и с круглосуточным пребыванием людей, некоторые лагеря у нас есть за нормативным временем прибытия. Но здесь мы предусматриваем дополнительные предприятия. То есть создаем дворовольные пожарные команды, дружины с мобильной пожарной техникой, такие как мотопомпы. Либо это выставление отдельных пожарных постов, то есть с отдельной пожарной машиной. То есть у нас тоже такие же случаи есть. То есть на летнее время, что ли? Да, на летнее время, да, там организовывается дежурство добровольных пожарных команд и дружин. Из числа сотрудников, работников, из детского владения в том числе. То есть вот так вот. Ну, кстати, скоро день будет отмечаться добровольных пожарников, да, вроде как, вот так вот он называется, добровольных дружин. Ну, у нас скоро будет отмечаться 125 лет Всероссийскому добровольному пожарному обществу. Во! Тоже. В том числе и в июле будет отмечаться 90 лет Государственного пожарного обзора. О! То есть у нас... Такие даты у вас грядут? Да, такие даты грядут. Отмечать как-то будете? Ну, конечно, готовимся и награждать ветеранов, и приглашать их в том числе. Понятно. Спасибо. А вот наибольшая пожарная опасность в этом сезоне какая? Какая наиболее пожарная опасность? Я считаю, вот именно, вот, именно та погода, погодные условия, которые складываются сейчас у нас. Вот, именно конец апреля, начало мая, которые складываются в погоду. Почему каждый год это складывается? Ну, все же меньше полей обрабатывается сейчас. Те собственники, которые владеют этими участками, ну, не обращают внимания на то, что они зарастают. Все же не просто с сухой травой, там уже целые леса растут. А собственники все-таки есть? Конечно. Да. Мы занимаемся над этим вопросом. У нас есть реестр этих собственников. И после каждого загорания сухой травы на их участке мы проводим агрессивное расследование. Вот. Мало того, что мы не просто, как выясняем, мы пользуемся спутниками космическими для того, чтобы выяснить, где загорелся, чтобы предотвратить распространение пожара на населенные пункты. Потому что чем опасен природный пожар? Если пожар произошел в каком-то помещении, то есть он ограничивается определенной площадью. А природный пожар, он может распространяться на целые гектары. Десятки гектаров. Это и лес, и поля, и так далее. То есть и площадь тушения намного больше. Естественно, и тушить очень сложно. Особенно в лесах. Вы уже сказали, что ведется спутниковое наблюдение. А по всей территории региона или только в каких-то конкретных районах? Нет, по всей территории Ульянской области. Нам информация передается от трех до четырех раз за сутки со спутников. По каждому сигналу, по каждой термоточке мы отрабатываем. То есть выезжаем на место и проверяем, перепроверяем, что там произошло. Ну, то есть более эффективный. Конечно. По поводу проверок. Вы уже говорили, что проверки ведете. Но вы ведете проверки не только в государственных учреждениях, садовых обществах, но и у предпринимателей проводится проверка. И вот в последнее время такой появился термин. Риск-ориентированный подход. Вот объясните, что это такое. Сейчас много о нем говорят. Но вот более подробно можно? Я хотел бы начать с того, что Ульянская область находится в пилотной программе по внедрению риск-ориентированного подхода. Что это означает? Это означает то, что объекты бизнеса проверяются не раз в три года. Все. Вне зависимости от площади, этажности, от объема здания. В зависимости от категории риска. С 2017 года мы уже все объекты поднадзорно раскатегорировали. И можно на сайте у нас посмотреть, какую категорию относится тот или иной объект. Все объекты были распределены на пять категорий. Что это за категории? Они связаны с тем, что каждая категория относится, через какой период времени должны проверяться они. Допустим, детские сады, школы. Это категория относится к высокому риску. Проверьте, раз в три года проводят. То есть вот такие вот опасные, ну как опасные, то есть объекты, где находятся дети. Мы все понимаем, да? То есть такие объекты проводятся раз в три года. Дальше идут объекты, которые относятся к значительному риску. Это потенциально опасные объекты. Амитративное здание высотой более 28 метров, то есть повышенной этажности. То есть раз в четыре уже года. То есть срок увеличивается, да, проверка. Дальше идет у нас средний риск. Проверка проходит раз в семь лет, не чаще. То есть, допустим, что это может быть? Производственные объекты категории по взрыву пожароопасности А, Б и В. Либо амитративное здание этажностью до 28 метров. То есть уже распределение идет соответствующее. Дальше идет у нас умеренный риск. Ну, это, допустим, многоквартирные жилые дома высотой до 28 метров. То есть распределение. Уже раз в 10 лет проверки проходит. И низкий риск там планов проверки вообще не проводится. То есть каждое здание относится к определенной категории риска. То есть все эти категории имеют определенные критерии. И, соответственно, каждый собственник может узнать, когда его могут проверить планово. Когда может произойти плановое. Это все на сайте. Конечно, конечно. Это все есть на сайте. Это и утверждено соответствующими нормативно-правовыми актами министерства нашего. То есть мы с 2017 года уже начали работать по такой схеме. То есть вы заранее можете сказать, в чем заключается. Есть еще же такой термин «независимая оценка пожарного риска». А вот чем они отличаются? Это не одно и то же? Нет, это не одно и то же. Независимая оценка рисков – это альтернатива государственному пожарному надзору. То есть это пожарный аудит, который проводится на небезвозмездной основе, организациями, которые аккредитованы в МЧС. Какой здесь плюс для тех собственных объектов, которые, допустим, могут попасть в план проверок? Допустим, они должны проверяться нечась раз в 7 лет. Вот 7 лет оканчивается, к концу седьмого года они провели независимую оценку рисков. Вот так вот, то есть как бы… Да, и это независимая оценка рисков, им еще дает плюс 7 лет не проверять. Да, заключение по независимой оценке рисков регистрируется у нас. Мы знаем, что есть такое заключение, и, соответственно, проводим определенную работу по планированию. То есть собственнику дают, что здесь… Естественно, данный пожарный аудит не может его привлечь к альтернативной ответственности, может выполнить определенные расчеты пожарных рисков, дабы снять, в кавычках, конечно, определенные требования по пожарной безопасности. Вот, то есть такие вот методы подхода именно по независимой оценке рисков. То есть можно избежать проверки без штрафных санкций. Конечно, да, без штрафных санкций, да. То есть заплатив какую-то сумму… Да, но это все делается на договорной основе. И посмотрев по плану, да. Да, по плану. Вот, ну, захотел вот он, собственник, провести независимую оценку рисков. Тот же пожарный аудит. Везде сейчас популярно проведение аудитов, аудита финансового, да. Это пожарный аудит. То есть такая же проверка, только частная. А я вот не пойму, риск-ориентированный подход, то есть раньше не было таких планов, что ли? Не составлялись или они были? Вот что произошло? Мы как пилотный регион, чем отличаемся от других? Просто мы намного раньше начали заниматься этими вопросами. Вот, еще с 16-го даже года начали уже заниматься, именно вот риск-ориентированным подходом. Не только пожарный надзор, что характерно. Это все надзорные органы, которые расположены в территории Ульяновской области. То есть все ветеринарные, Роспотребнадзор и так далее, и так далее. В том числе и пожарный надзор. Мы вошли в эту пилотную программу и начали заниматься намного раньше этими вопросами. Сейчас это уже внедрено по всей России. Ну вот уже какая-то оценка проводилась со стороны федеральных органов? Да, конечно, проводилась такая оценка. И сразу, допустим, на последнем селектном совещании, проводимом нашим министерством, Ульяновской области отразили в этом плане то, что количество проверок снизилось в разы. Не просто снизилось, а снизилось в отношении крупного бизнеса, и малого бизнеса, и среднего бизнеса. То есть намного меньше стало проверок. Особенно, конечно, мало-среднего бизнеса. Ну, на данный период, конечно, сейчас введены надзорные каникулы в отношении малого бизнеса. А министерством нашему введены тоже ограничения, то есть каникулы в отношении среднего бизнеса. То есть мы сейчас на данный период проверяем только крупный бизнес, что касается, если говорить о бизнесе. Ну вот крупный бизнес, он все-таки пользуется вот этим вот рискоориентированным образом? А потому что не просто удобно, а еще и выгодно иногда финансово. Потому что некоторые вопросы в области пожарной безопасности, они очень финансово емкие и требуют больших финансовых затрядов. Но пожарный аудит все равно в этом плане экономически очень выгоден. Тем более бизнес, они всегда считают и сопоставляют те затраты, которые они тратят. Спасибо большое, Сергей Петрович, что пришли и так подробно все рассказали. Спасибо. До свидания.